Опа, друзья, вау, какая штучка! Замечательный маленький мультиметр с питанием от встроенного литий-ионного аккумулятора, друзья! Второй прибор из тех, что пришли мне на обзор из Китая, под торговой маркой B-Sight. В прошлом видео у нас был обзор модели А1, начальная модель. Это, можно сказать, модель такой середнячок у них. Есть еще топовая модель, А20, кажется, она называется. Этот прибор уже позиционируется именно как полноценный мультиметр. Просто как тестер напряжения с функциями мультиметра, о чем я рассказывал в предыдущем видео про модель начального уровня. А именно полноценный мультиметр с большим цветным дисплеем и питанием. Наконец-то свершилось чудо от встроенного литий-ионного аккумулятора. Вот здесь у нас уже есть вот такой чехол. Чехол качественный, жесткий, похож на футляр для очков. Давайте посмотрим, что в чехле. Видим стандартные щупы, как у любого мультиметра. Стандартные щупы в нестандартном мультиметре. Это всегда хорошо, потому что в случае чего при порче щупов мало ли что случится, поломается, потеряется. Можно заказать или просто купить в магазине. Также у нас есть USB Type-C провод для зарядки мультиметра. Заряжать его можно от обычного зарядного устройства для смартфона или от USB порта компьютера. Обычные 5 вольт. Инструкция на двух языках, на китайском и на английском. Показаны все основные функции и как пользоваться мультиметром просто в виде картинок. На моем сайте будет размещена статья на русском языке со всеми параметрами этого мультиметра. Опа, друзья, вау, какая штучка. Здесь еще пленочка на экране. На донышке прибора мы видим гнезда для подключения щупов. Сигнальный красный и общий белый. Для меня это первый вот такой необычный мультиметр с питанием от встроенного литий-ионного аккумулятора. И причем для зарядки используется современный разъем USB Type-C. И на передней панели экран и нет никаких кнопок. Четыре кнопки, которыми управляется мультиметр, находятся вот здесь на левой стенке. По моему мнению, это не очень удобно. Вот здесь есть место. Я бы, честно говоря, разместил три кнопки здесь, как в предыдущем приборе. Ну, возможно, кнопку включения питания можно было бы разместить и вот здесь слева. Но мне как бы удобнее было бы нажимать на кнопочки вот здесь на передней панели. А так надо постоянно поворачивать прибор и смотреть, пока вы не привыкнете, где какая кнопка. На задней стенке у нас ничего нет, никакого отсека для батареек. Но это и понятно, потому что прибор питается от аккумулятора. По размеру A10 совсем не намного больше, чем A1. Он слегка шире, хотя A1 даже длиннее немного. Ну, здесь больше экран и нету вот этой антенки, как на A1, и нет фонарика. К сожалению, фонарика у нас нет, хотя при питании от литий-ионного аккумулятора вполне логично было бы сделать здесь довольно мощный фонарик. Обзор этого прибора я уже выкладывал на YouTube, вы можете посмотреть по ссылке в описании. Во время зарядки светится внизу красный светодиод и прибор не включится, если подключено зарядное устройство. Это вот такая довольно странная особенность. Отключаем зарядное устройство и теперь прибор успешно включается. И наоборот, если прибор включен и мы к включенному прибору подсоединяем кабель на зарядку, то мультиметр отключается. Видимо, схема контроллера заряда отсоединяет аккумулятор от схемы мультиметра и подсоединяет его к зарядной цепи. Это такая любопытная особенность, которая, собственно, никак не влияет на работу прибора. После включения прибор по умолчанию в автоматическом режиме и показывает температуру окружающей среды. Вот, сейчас у меня кондишка включена здесь в комнате в Турции и у меня 25 градусов. Дисплей довольно яркий, приятный. Вот так вот обстоят дела с углами обзора. На мой взгляд, с дисплеем у него все хорошо, никаких проблем я не вывел. Того бы, что мне не нравилось. Давайте разберемся с кнопками управления. Первая – это кнопка включения питания и по совместительству она отключает режим автовыключения, но через 5 минут без действия. Включить или выключить этот режим можно, если нажать и удерживать кнопку питания. Вот видите здесь? Появляется или исчезает значок часов. Если этого значка нет, мультиметр не будет выключаться автоматически через определенное время. Вторая кнопка называется «Авто» и третья кнопка называется «Функ», то есть «Функция». Но фактически это две функциональные кнопки, просто у прибора много функций. Чтобы не делать много нажатий, они были разделены на две кнопки. Кнопка «Авто» переключает так по кругу, по кольцу 6 функций, а кнопка «Функ» переключает 4 дополнительные функции. И последняя кнопка «Холд» замораживает показания дисплея и, собственно, больше ничего она не делает. Можно было что-то нагрузить еще на эту кнопку. Давайте пройдемся по функциям на вот этих двух кнопках. Первая кнопка «Авто». Первая функция – это режим полного автомата. В этом режиме мультиметр у нас сам решает, сам пытается определить, что мы измеряем. И в соответствии с этим показывает нам на дисплее то, что мы измерили. Это режим по умолчанию. И, конечно, в этом режиме мультиметр, любой полностью автоматический мультиметр, работает несколько медленнее, чем с ручным выбором режима. Во многих случаях это удобно и приемлемо. Ну, можно переключиться в ручной режим. Одно нажатие на кнопку – мы вышли из полностью автоматического режима и попали в режим измерения постоянного напряжения. Следующее нажатие – режим измерения переменного напряжения. Нужно иметь в виду, что во всех режимах, даже когда мы вручную переключаем режим нажатием на кнопки, выбор диапазонов происходит автоматически. Это происходит очень быстро, поэтому в современных мультиметрах нет нужды для специального такого переключателя, именно диапазонов. Не путайте диапазоны и режимы измерения. Режимы измерения мы сейчас переключаем вручную нажатием на кнопку, а диапазоны измерения в пределах одного режима мультиметр выбирает автоматически. У каждого мультиметра есть такое понятие, как число отсчетов. То есть у нас есть диапазон измерения. Если сравнить с аналоговым прибором, со стрелкой, то это у нас количество делений на диапазон. Количество отчетов на диапазон всегда представлено вот этой псевдоаналоговой шкалой. В данном случае здесь она вот такая круглая на этом приборе. Если при измерении шкала заполняется полностью, это означает, что мы исчерпали все отсчеты данного диапазона. В этот момент происходит переключение на следующий, менее чувствительный диапазон. И все происходит сначала. Вот так работает автоматическое переключение в современных мультиметрах. Еще раз нажимаем на кнопку авто, попадаем в режим NCV. То есть это бесконтактный датчик напряжения, когда мы можем или скрытую проводку искать где-то, или смотреть, есть ли на проводе каком-то, который где-то проходит, вообще подключен ли он в сеть. Еще раз нажимаем. Попадаем в режим Live. Что такое режим Live? Это имитация вот этого, знаете, есть у электриков такая отверточка с неоновой лампочкой. Тестер, который показывает у нас в розетке фаза, либо ноль. Определить фазовый провод можно с помощью вот этого режима. Для этого в красное гнездо нужно установить один из проводов. И просто один провод вставляете в розетку и определяете, где у вас фаза, где ноль. Позже я покажу. Попадаем в режим частотомера. Здесь отображается частота входного сигнала. Судя по инструкции, этот прибор измеряет частоту до 60 кГц. А на этом дисплее у нас прибор показывает коэффициент заполнения, либо скважность, кому как больше нравится. Ну, на мой взгляд, я бы поменял местами. Вот здесь я бы показывал частоту, а здесь коэффициент заполнения. Еще одно нажатие, и мы прошли весь круг режимов и вернулись в режим авто. Теперь нажимаем на вторую кнопку под названием Func, то есть функция. Первое нажатие, и мы, друзья, попадаем с вами в режим измерения емкости. То есть этот прибор может еще и измерять емкость конденсаторов. Следующий режим, это измерение сопротивления, друзья. Еще одно нажатие, это прозвоночка цепей. Я бы сделал ее первым вообще при нажатии вот на эту кнопку, но почему-то она третья. Она всегда третья в этих мультиметрах. То есть, чтобы войти в режим прозвонки, без всяких задержек, потому что мы вручную переключаем режим, нужно два раза нажать на кнопку Func. Да, вы попадаете в режим прозвонки, в котором нет никаких задержек. Вот в этом режиме полного автомата он тоже прозванивает цепи, но здесь есть небольшая задержка, потому что мультиметру нужно решить, что мы хотим сделать. Его искусственному интеллекту, так сказать. Кроме того, в режиме прозвонки цепи у нас прибор показывает сопротивление, прозваниваемой цепи. Если сопротивление проверяемой цепи становится меньше 30 Ом, то прибор издает сигнал. Это и есть прозвонка цепей. И еще один режим здесь добавлен по сравнению с младшей моделью. Это измерение напряжения падения на Пи-Н переходе. Иными словами, это проверка диодов. Ну, также можно проверять и транзисторы в этом режиме, проверять целостность их переходов и, соответственно, прямое падение напряжения на переходах транзисторов. Еще раз нажимаем и возвращаемся. То есть мы прошли опять круг из четырех режимов. Возвращаемся в режим измерения емкости. Если я сейчас нажму на клавишу авто, то я вернусь в режим авто. Ну и, соответственно, для ручного режима снова нужно нажимать именно на кнопку авто. Давайте посчитаем. Здесь у нас четыре режима, здесь у нас шесть. Итого десять режимов измерений у этого прибора. К сожалению, точно так же, как и предыдущая младшая модель, этот приборчик замечательный не умеет измерять силу тока. Видимо, здесь не хватило места еще для одного щупа. Обычно в приборах для измерения силы тока используется дополнительное гнездо. В связи с тем, что щуп, который измеряет ток, подключается через шунт. Ну и, видимо, не хватило места и для шунта. На самом деле, для меня ничего страшного в этом нет. Для измерения тока у меня есть другие приборы. Ну вот этот прибор, если уже очень сильно вам нужно измерить этим прибором силу тока, то достаточно с собой иметь один резистор, например, мощностью 5 Вт, сопротивлением 1 Ом. Вы подключаете этот резистор в разрыв цепи, в которой нужно измерить ток, и приборчиком просто измеряете напряжение на этом резисторе. Ток, проходящий через резистор 1 Ом, будет численно равен напряжению, измеренному на этом резисторе. Прозвонка в ручном режиме. То есть, я выбрал режим прозвонки явно с помощью нажатия на кнопочку. Переключаемся в полностью автоматический режим и посмотрим, как будет прозвонка там. Видим, что в режиме авто, конечно, у нас есть задержка. Это нормально. Чтобы прозванивать без задержки, нажимаем вот на эту кнопку 2-3 раза. Сейчас явно выбран режим измерения постоянного напряжения. Давайте замерим напряжение на аккумуляторе. Все происходит быстро, практически мгновенно. Давайте переключимся опять же в автоматический режим. Ну, в общем-то, тоже все происходит быстро. Однако, в автоматическом режиме я слышу, как там внутри срабатывает реле. Видите, прибор определяет, что я подключил источник постоянного напряжения, и реле включает режим именно измерения постоянного напряжения. Вот такой маленький конденсатор на 10 нанофарад. А давайте посмотрим, сможет ли мультиметр определить, что я хочу измерить емкость конденсатора в автоматическом режиме. Нет, чтобы измерить емкость конденсатора, нам нужно явно переключиться в режим измерения конденсаторов. Поэтому нажимаем один раз на кнопочку FUNK. Так, попадаем в режим измерения емкости и пробуем. Отлично, как раз у нас такая емкость и есть у этого конденсатора. 10 нанофарад. Довольно быстро он мерит. Вот такие конденсаторы небольшой емкости. Еще один конденсатор на 10 нанофарад. Этот вообще ровно 10. А вот конденсатор на 1,8 нанофарады. Да, довольно низкая емкость. Попробуем. 1,8. Хороший конденсатор. Судя по картинке, при измерении емкости электролита нужно минус подключать к минусу электролита, а красный щуп нужно подключать к его плюсу. Измеряет. Кстати, довольно быстро измеряет емкость электролитических конденсаторов. Обычно конденсаторы из большой емкости измеряются долго. Реальная емкость 23 микрофарада. А у нас здесь написано 22. Измерение сопротивления. Соединяем щупы. Показывает 0. Какие-то резисторы. Посмотрим, какое у них сопротивление, у этих резисторов. 10 кОм. Нажимаем еще раз на кнопку. Переключаемся в режим проверки PN-переходов, полупроводниковых приборов, диодов, транзисторов. Проверяем наш диод. Один из трех. Вот, я как раз включил в прямом направлении. Красный у меня подключен к аноду диода, черный к катоду. Падение напряжения около 0,6 вольт. Значит, это у нас обычный кремниевый диод. У германиевых диодов или у диодов шутки у них падение напряжения гораздо меньше. Примерно 0,2 вольта. А в обратном направлении диод у нас не должен проводить ток. Поэтому прибор ничего не показывает. Диод исправный. Кремниевый транзистор. Кажется, это BC556. Тоже можно проверить таким прибором исправность транзистора. Прозвонить его переходы. База коллектора и база эмиттера. Должно быть в пределах 0,7 вольта в прямом включении. У коллектора и эмиттера прямое напряжение может отличаться слегка. В обратном направлении у нас эти переходы не должны ничего показывать. Вот видите, транзистор исправный, новый. Также у транзистора желательно проверить на участке коллектор и эмиттер. Прибор ничего не должен показывать в обоих направлениях. Вот этот транзистор исправный. Можно устанавливать его в схему. Попробуем в этом режиме измерить прямое падение напряжения на светодиоде и зажечь светодиод. Это сверх яркий светодиод белого цвета. Да, очень яркий светодиод. Видите, падение напряжения на нем 2,5 вольта, даже 2,6. Это обычный красный. На красном у нас 1,8 вольта. Синенький показывает 2,6 вольта. И зеленый, самый тусклый, 1,8 вольта. 1,9 даже. У светодиодов разного цвета разные электрические параметры. Это потому, что материал, из которого изготовлен кристалл светодиода, он несколько разный. Для разных цветов добавляются разные вещества. Как у нас работает NCV. Видите, включен режим бесконтактного датчика напряжения. Ну что ж, NCV работает. Но все-таки на первой модели, на А1, этот режим работает лучше. Потому что он вот именно специально под это заточен. А здесь это как дополнительная функция. И, конечно, на моей кошке NCV всегда работает. Видите? И это очень интересно. Ну, потому что шерсть накапливает статическое напряжение. А прибор улавливает электрическое поле. Когда мы перемещаем прибор по шерсти, поле становится переменным. Там образуются какие-то флуктации. И прибор его видит. Давайте посмотрим режим live. То есть имитация отвертки электрика. Вот он режим live. Берем красный провод и подсоединяем в розетку. Один из контактов у нас должен быть фаза. Другой ноль. Вот этот, видимо, ноль. Потому что прибор ничего не показывает. А следующий будет фаза. Да, видите? Здесь ноль. Здесь фаза. Здесь ноль. Здесь фаза. Режим измерения переменное напряжение. Подключил в сеть 230 вольт. Здесь европейский стандарт. Вот сегодня почему-то днем заниженное напряжение. Немного. 226. Видимо, потому что сейчас днем самое жаркое время. У всех работают кондиционеры. У всего дома. Такая просадочка немножко. Есть. 226 вольт. Ну что ж. Вот такой интересный приборчик. Маленький. Удобный. Красивый. Мне он понравился. Я его, скорее всего, себе оставлю. Стоит он не намного дороже, чем вот эта модель. Ссылка на прибор будет в описании, друзья. Как всегда. Также она небольшую статью с его параметрами на моем сайте. У любого гаджета есть свои недостатки. И здесь, конечно, это опять же отсутствие измерения тока. Но в остальном очень даже интересная модель. Особенно, особенно порадовала, конечно, это питание от встроенного литий-ионного аккумулятора. И наличие разъема USB Type-C. Он более долговечен и надежен, чем micro-USB. И я думаю, что вот этот прибор я оставлю себе уж очень он классный. Маленький, удобный.